Я надеюсь, все присутствующие послушают с удовольствием об их опыте и послушают их предложения. В том числе у нас есть предложения и по поводу реализации, поскольку предыдущая наша встреча на выставке в Кубанской ярмарке год назад на Ипподроме, которая проходила там один из главных моментов. Но прежде давайте познакомимся с нашими спикерами и с регламентом. Я передаю слово своему коллеге Тимуру. Уважаемые друзья, рады приветствовать вас на нашем заседании. Давайте я быстренько представлю наших спикеров и расскажу о регламенте. Ну, Андрей Николаевич и Сергей Ильич уже представили. Спасибо. Собственно, Игорь Александрович Слобач, давний друг нашей редакции, наш партнер, представитель Совета Агропромсоюза Кубани. Также у нас будут выступать производители, переработчики, в том числе Юрий Васильевич Ильченко, например, глава КФХ из Динского района. У него молочная ферма и очень интересный проект по производству молочных продуктов. Также будет выступать Алексей Ильич Луичкин, глава КФХ из Брюховецкого района. Он птицевод, очень популярная нынешняя тема, он поддерживает своим опытом. Кирилл Алексеевич Козлов, чей мармелад, я надеюсь, вы уже попробовали, бесподобный совершенно директор ООО «Бианово» города Армавир. Андрей Иванович Солод, сам глава КФХ из Кущевского района, расскажет о продукте, который, может быть, никто не только не пробовал, он не знает даже, что это такое, а мечтема, это прародитель пшеницы и очень ценный продукт, полба. Он расскажет о том, как выпускать ее и как продавать. Юрий Викторович Дорошенко, глава общественной организации «Эковита» из Ейского района, расскажет о уникальном, наверное, для Кубани, да и для всей России проекте под названием «Опорная ферма». Юрий Викторович расскажет о нем подробнее. Слава Михайловна Березовская, замдиректора ООО «Наука Плюс», расскажет о том, как выращивать рис в эсхимии Кубани, один из главных ферсовоческих регионов, и рассказать о том, как сделать этот продукт экологически чистым, мне кажется, будет очень интересно. Марина Нинасовна Олег Харевец, владелец проекта «Ладушка органик», это интернет-проект, интернет-магазин по продаже, в том числе фермерской продукции, экологически чистой. Сейчас появляются такие магазины, но, безусловно, лидер на Кубани – это «Ладушка органик». Ну, я приживаю всех, кто захочет также высказаться, что-то прокомментировать, задавать вопросы, пожалуйста, микрофон у нас в студии, Василий передаст его всем желающим. Спасибо. Пару слов о рекламе. Давайте так, 5-7 минут на выступление, чтобы мы потом могли позадавать вопросы, и у нас обязательно они будут, и, я надеюсь, у Вас тоже. Расскажите о проблемах, о том, какую нишу Вы занимаете, какие перспективы Вы этой ниши, и что нужно сделать, в том числе, власти, чтобы Вам жилось и работалось удобнее, выгоднее и проще. Ну и по традиции, все наши заседания транслируются в прямом эфире на сайте agrobook.ru. Это наш интернет-проект, социальная сеть для фермеров. Там, в общем-то, весь архив клуба «Агрознатоков». Можно посмотреть видео, можно пообщаться со специалистами. И в процессе мы презентуем Вам еще один проект под названием «Картно-фермерский продукт». Гала расскажет. Я надеюсь, она Вам в том числе поможет в сбыте продукции. А итогом этого круглого стола, я надеюсь, станет вот такой пакет предложений, может быть даже резолюция. Обсудим это, чтобы передать ее непосредственно Андрею Николаевичу Коробке. Друзья, давайте... Я попрошу, если можно, по весу дня включить еще одно небольшое выступление. У нас Андрей Ольга Павловна с опытом работы кооператива в Японии. Как можно при многочисленном количестве участников нормально отбывать продукты? Принято. Хорошо, спасибо. Друзья, ну давайте начинать. Никола Сильевич представляете первых выступающих. Да, первым прошу взять микрофон Юрия Васильевича Рильченко. Мы назвали тему его выступления несколько игриво. Своя ферма, свой огород, йогурт с ягодами круглый год. Но знаем, что у Юрия Васильевича есть серьезные предложения, серьезные тревоги по поводу развития своего хозяйства. Он может действительно производить гораздо больше, но есть помехи. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые президенты. Я начал заниматься животноводцем в 2009 году. Была куплена ферма гражданина Сирии, разрушенная полностью до основания, даже провода электрические струбов были срезаны. И как бы желание главы района и желание моё, то есть желание власти и желание фермера совпали. Мне был выделен дополнительно в аренду земельный участок, площадью 600 гектаров. Я купил ферму. И вот за счет собственных средств, которые я получил на земле практически без кредитов, за исключением тех кредитов, которые были взяты для приобретения скота, в течение двух лет восстановил ферму. Потом попал в проект, закупил скот, попал в проект, значит, защитил грант на строительство цеха переработки, на развитие семейной животноводческой фермы. Деньги на саму ферму мне уже были не нужны, потому что все было сделано за счет собственных средств. Я получил грант на развитие семейной фермы, и мы вложили его в приобретение оборудования по переработке молока. В течение 18 месяцев был построен цех, было установлено оборудование, и мы приступили к выпуску этой продукции. Скажу честно, если бы не грант, я бы, наверное, это с этим делом завязал, потому что настолько оказалось сложно, непредсказуемо, очень много подводных камней, но взятые на себя обязательства мне не позволяли просто уже уйти назад, и нам пришлось это все преодолевать. Ну, когда уже назад оглянулся и посмотрел вперед, я сегодня уже понимаю, что уже без этого, без той переработки, которая у нас сегодня имеется, нельзя. Мы научились делать продукцию из молока, полученного на собственной ферме. Качество продукции начинается с кормления животных. Вот какое молоко пришло сырое, вот такое будет и качество продукции. Изменились корма, уже и оттенки вкусовые качества по молоку уже совершенно другие. Кроме того, у нас большая площадь под ягодниками, мы возделаем на площади около 30 гектар малину и клубни. Как правило, остаются остатки. В основном, конечно, все расходится на город Креснодар, но остатки остаются. Мы отдаем эти остатки переработку перерабатывающему предприятию, забираем свою же продукцию, уплатив за переработку, и направляем приготовление йогурта. Сегодня мы даже закупали вишню у наших саводоводческих предприятий, отдавали ее в переработку, и сегодня у нас вишневые, персиковые йогурты, это все кубанские малина и клубника, это наши продукции. В итоге, вы знаете, получилось очень здорово, и у меня как бы пятеро детей, я каждому должен, не по серьгам, но направить на будущее, потому что вся семья трудится вместе со мной, и мы после, так говорится, посовещавшись, приняли решение о том, что нам нужна еще одна ферма. И практически уже все работы на начатой ферме мы уже закончили, и мы буквально тоже остров купили, конечно, баснословные деньги, 10 миллионов рублей. Надо отдать, чтобы купить сегодня брошенную ферму, а ее же нужно сегодня и восстановить. Государство, конечно, к сожалению, не предусматривает субсидии на приобретение заброшенных ферм. Во всяком случае, мы не воспользовались сегодня. Но в то же время, желание ровное у нас есть. И я хотел бы сказать, что делать ставку на само кредитование и решать вопрос развития жидноводства только за счет кредитов и субсидий, но это я вам скажу неправильно. Сегодня, если есть жидноводческая ферма, должен быть на дел земли на одну ферму не менее 30 тысяч штатов. Я об этом говорил и говорю. Потому что реконструкция, жизнь на месте не стоит. Мы вступаем в эпоху, мы догоняем сегодня, будем говорить, догоняем поезд и решать только за счет кредитов невозможно. Нужны собственные средства. Это и на модернизацию систем управления стадом, это на выявление половой охоты, на компьютерный учет стада. Это все немалые средства. И откуда их брать? Конечно же, и с растениеводством вкладывать в животноводство. Вы знаете, сначала думал, что переработка это, конечно, будет абуза. Но сегодня я просто этот тяжелый путь надо было пройти. И я хочу сказать, что да, легко не будет. Но вот эти вот непростые ситуации и как бы тяжесть нашего труда крестьянского, она нас просто укрепляет и уже потом даже вдохновляет на то, что когда есть результаты труда, и ты понимаешь, что сегодня все жители Станицы Новотитаровской, сегодня участники выставки высказывали очень много благодарностей за ту качественную продукцию, которую у них возможность появилась покупать. Потому что, да, она существенно отличается от тех гигантов, которые сегодня производят. Это живой продукт, он требует особого обращения. В вопросах реализации я так же хотел бы остановиться по нашим продуктам. Знаете, перепробовали все, и сети, и маркеты, и так далее. но оказалось, что мы отвыкли, просто уже разучились обращаться с таким продуктом. Продукт живой. Вот свет выключили, в утром все скисло. Скажу так, вот здесь. Да, здесь. Мы, конечно, это все. Поэтому он очень чувствительно относится и реагирует на все вот эти нюансы. Требует особого температуры режима хранения, обращения. вот даже его тряска лишняя тоже ни к чему. Его потряс, и это уже сгусток нарушился. Мы с коллегами общались с Макаритой, общались, обсуждали эту тему, и пришли к выводу, да, что это очень нежное и требует особого внимания. Так же, как и животное. Понимаете? Я что-то просил. Давайте мы больше к теме нашего круглого стола. Вы с Макаритой побеседовали, но Макаритой не поднимает поголовье у себя, а вы покупаете целую ферму. Значит, идет сбыт, значит, в том, что она нежная, вы все равно не добываете. Вопрос, покупаем ферму прежде всего, почему? Мне сегодня Андрей Николаевич очень правильно сказали, земля умирает по большому шуму. Я хочу сказать, там, где мы начали вносить навоз, мы получили 86 центнеров без всякой брыфи. Вот где было поле, внесено навозом, было и удобрение минеральное, мы внесли буквально, там, наверное, ну, 100 кг. Селитра. Все. Мы исключили там все добавки, регуляторы роста. Вот самый лучший регулятор, это навоз. Одна у нас проблема, мы еще не научились этим богатством дорожить, у нас еще нету машин, которые бы рационально вносили по полю. Мы же по старой схеме, навалом высыпали, разорнули. Сегодня острая необходимая стоит, чтобы у нас такие машины были. И чтобы мы дорожили этим. Навоз это деньги. И вот Андрей Николаевич тоже говорил, мы купили лицензию на обращение с этим продуктом, так сказать, заплатили денег, за проект экологический 500 тысяч заплатили, чтобы получить лицензию. Это тоже накладник. по нашей технологии у нас навоза как таково нет. Мы его монопедно в базах превращаем в компост. Мы заготавливаем соломы только на одну ферму 5000 тюг. А на 5000 это 700 пшеницы. Мы собрали все, 5000 рулонов мы заготовили. И это чтобы действительно не было с экологией никаких вопросов. Вы бывали у нас видели, что там даже запаха нету. Потому что солома все абсорбирует. Тем более применение сегодня наших заквасок действительно у нас есть отечественная это восток закваска которая убирает запах на ферме ему просто нет. разлагается навоз и мы как жидкую массу навоза жидкая фракция у нас нет. У нас все уже закомпостировано потом ввозится буртуется и тем самым мы как бы решаем проблему навоза удаления легко и просто. И я хотел бы также вот по животновозу я просто хотел обратить внимание нам не нужны дорогостоящие проекты поверьте вот эти навозы дельта скрипперы я все это видел в России и потом видел как они потом мучаются со всему нам нужны корпусе земляной пол либо глинобитный глубокая подстилка на базах нужна просто бетонная кормовая площадка остальное глинобитный пол и глубокой подстилки вдоволь и относиться к животным как самому себе как своему ребенку и все результаты будут на самом высоком уровне как сбываете свою продукцию со сбытом скажу честно со сбытом нам пришлось открыть три своих магазина новокитарской и мы сбываем продукцию через свои магазины сегодня со сбытом у нас наладится только в том случае когда государство будет жестче контролировать фальсификацию потому что конкурировать натуральной продукцией с фальсификацией невозможно и очень важный вопрос в том что сегодня мы даже как бы разучились хранить это молоко у нас цена одна но в магазинах у нас сегодня даже нет витрин которые будут только плюс три держа а то жаркую поводу мы даже на ноль выставляем то есть не оборудован ну и конкуренция у нас должна быть добросоверная по цене продукты подороже дешевле чем магнит и сегодня они представлены здесь я думаю что наверное даже тоже из-за разряда недороги ясно и прибыль дают что касаемо прибыли ну вы знаете скажу так рентабельность нашего цеха сегодня 20% вот сказать что это нас устраивает но по нынешней ситуации наверное нет но в то же время громадное удовлетворение от того что есть возможность селянам получать качественную продукцию просто такой позитив слова благодарности от всех что мы появились на этом рынке а нас мало еще конечно кто знает нужна реклама но то что вот уже есть такие переработчики и фермы где можно купить молоко это очень важно друзья у кого есть вопросы из присутствующих к Юрии Васильевича и дополнение и что молзавода руки теперь не выключают правильно да знаете мы вот не всю продукцию перерабатываем мы часть сдаем на мол комбинат а часть перерабатываем ну бывает сегодня даже на мол комбинат нестабильно сдаем потому что больше начинаем перерабатывать у себя даже в связи с ярмаркой нам даже комфортно ничего не остается я хочу сказать так мол комбинату мы поставили условия я не о кормлении и так далее сегодня мы сдаем по 26 рублей за литр молока и эта цена она держалась и лето и весну и так далее потому что качество молока оно стоит того поэтому молкомбинат никто не отказался пожурились и согласились что касаемо ваше выступление хотел бы сказать затронули я хотел умолчать но все таки в мыслях не в мыслях а уже прорабатывается вопрос того что у нас в государственном крае по-моему больше 200 ферм дает устойчивость а из них мы провели оценку где-то около 100 ферм которые можно восстановить вы себе правильно сказали том что и мое первое совещание когда я проводил животноводами крупные подчеркиваю крупными животноводами не задавали вопрос мы хотим развиваться строить фермы вопрос говорит сколько стоит входа места и отвечает ну от 6 число до миллиона и вы ребят я вам не помощник поэтому можете в этот кабинет и заходить почему завтра они прибегут зашлить помогите мы придите можем вернуть потому что чтобы окупить вот это стоило место на 25-30 лет попробую выстроить изначально поэтому вот здесь вот в этой части прорабатывается сейчас вопрос о том чтобы компенсировать часть помещенных затрат на приобретение и реконструкцию существующих молочных товарных чтобы у вас была возможность прикупить и поставить оборудование сделать управление статом в том числе если вы сейчас покупаете если у нас просто хозяйство или собственники которые держат эти фермы загибали там за ферму которая не слабо ничего нет 10-15 миллионов рублей все-таки в итоге приходит там говоря десятки договариваются все равно это тяжелая цифра еще страшно но в части этого может чтобы не было такого перевала в рынок где будут спекулировать по работе поэтому этот вопрос прорабатывается с точки зрения количества этих ферм которые возможны и вот я сейчас услышал от вас я буду собирать мнение других наших мелких молочных насколько они реальные будут в жизни работать что касаемо внесения навоза я уже говорил на совещании предпосевном мы будем разрабатывать сейчас программу первую очередь для мелких для фермеров субсидирование часть консионных затрат на приобретение навоза распрасывающей техники потому что вам купить хорошую эффективную технику будет сложно она стоит не 1 миллион рублей для крупных это возможно вам нет поэтому мы здесь тоже вот этой части проработать это перспектива уже я думаю следующего года потому что вот я вчера летел позавчера летели мы губернатором на совещании в Ростовской области я видел как-то вносили удобрения навоз кучки а дальше пролетая поля там разравнивает знаете как вот листов пять пальцев вот так как раз растащили и все это 30% занятого под навозом все остальное когда внесется получается неравномерно и здесь ну где вы получаете 86 это хорошо но если бы это еще было с хорошим равномерно внесением где не будет перепады во всем дополнительное что касаемо этого что касаемо перерабатывающих продаж вашей продукции значит у меня уже есть мысль сейчас буду с вами проговаривать мелкими перерабочными которые дают хороший подчеркиваю хороший экологический продукт игорь обновился о том что здесь объединить может быть об этом дальше скажет я хочу сказать следующее краснодаре городе краснодаре должны быть фирменные магазины настоящих гуманской продукции где будут молочники где будут вармливательники где будут все иметь возможность продать потому что мы жители извиняюсь жители краснодара они ждут наяву а если это был ежеднев у фирменные магазины с фирменными логотипами с возможностью только фермерам и рабочим выставлять свой продукт конечно но я не думаю чтобы вот 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 было аналитологически чисто если они только один раз это проста извините до свидания в этот магазин вы уже не попадете вы все прекрасно знаете в москве есть на москву и тому подобное я был в Москве походил по ним конечно то что мы хотите что мы сделаем это знаете они будут на первой ступени на пятой или шестой сейчас нужно уточнение тогда это бюджетный магазин или вы чтите инвестора и они будут подкидывать брендом магазин свой бренд нет ни в коем случае проект магазина но не продукт а кто инвестор поставил концепция давайте так знаете чтобы много говорить для этого ничего не надо съел ложку каши пошел болтать а для того чтобы это сделать много работы и вот мы пока работали доведем до 90% уже окончательно своей готовности мы озвучили я скажу я сказал сегодня для того чтобы фирмен понимали что переработчик понимали о том что на те не получилось двоица как выражение они повезли сюда и мы выстроили перспектива следующего года поэтому вот такая позиция наша будет все что я говорю это ближайшее будущее следующего максимум почему спрашиваю у нас что был похожий опыт аграрная государственная получилась поэтому мне интересно просто принципиально вы видите я еще раз сказал что мы сделаем объединение вопрос в том что государство даст возможность потому что там где государство является управляющим подобное это должно быть начальному так молодец я хочу сказать пошел такой делу мы очень осторожно относимся к тем идеям которые высказывают потому что багаевский ручек упер этой идеи у наших опер спасибо очень существенно вопрос пожалуйста дайте скажите кому вы сдаете свое молоко из переработчиков если они намер числая тайна и это самовывоз или ваша достатка и второй вопрос номер вашего павильона что нужно посмотреть вашей должности 162 павильон 162 первое павильон 162 место да 162 я ставлю и по голованию мы сдаем свое молоко сами доставляем на свой молоко солнышко въезд я видел ну раз вы уже сказали там что предусмотрена программа сегодня же и сетэфэ стоят брошенные и мы так купили тоже сетэфэ на цели молочного животного молочного животного молочного перепорудлива потихоньку мелкими шажками пойдем в этой части вот на пилотный проект там будет молочное животноводство и еще немаловажно вы знаете вопрос немаловажной заготовки кормов сегодня не только это боль каждого из нас по большому счету купить этот комбайн который стоит 7-8 миллионов для кормозаготовки на одну ферму или одному фермеру это тоже сегодня проблематично а корма я тебя перебил извини пожалуйста ну я понимаю что в круглом столе по переработке можно решить все-все вопросы особенно когда сюда пришел коробка поэтому давай дайди все спасибо 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 мне кажется неплохой тон дискуссии за нам давайте продолжать Алексей Викторович Лычкин глава Кабхази Бриховецкого района расскажет о том коробка